Люберецкие призывники отправились на военную службу. Какие новшества принесла с собой очередная призывная компания и где будут служить новобранцы, узнавала наша съемочная группа. К проводам молодых бойцов присоединилась Анна Троян. Служить, чтобы надеть погоны полиции. Никита Фирсов идет в армию по зову сердца еще до окончания отсрочки от техникума. Свой долг родине призывник хочет отдать морской пехоте. Парень готов ко всем сложностям. Физические нагрузки даются ему легко. Десять лет играл за футбольный клуб «Звезда». Морально Никита настроен тоже по-боевому. Он мечтает пойти по стопам отца, подполковника МВД. Полицейский – это тот, кто борется не за себя, за людей, за общество, за семью. Я сам на это иду. Смелость немного будет побольше, наверное. И, в принципе, мужество. Определенный урок. Я считаю, любой мужчина должен пройти его. Хочет он этого или нет. Тосковать по Никите целый год придется не только родителям, но и его девушке. Анастасия поддерживает уверенный настрой парня. Говорит, что сделает все возможное, чтобы время разлуки пролетело быстро. Вместе мы уже с Никитой около двух лет. Главное, что Никита хочет в армию, то, что он уйдет. И приняла это. Я волнуюсь и переживаю. Эмоции свои я не скрываю. Увидятся возлюбленные только на присяге через месяц. В этом плане другу Никиты Владиславу Мендюкову больше повезло. Они призвались вместе. Небольшая, так сказать, тряска есть, естественно. Ну и такое чувство, что ты не знаешь, что с тобой будет. Никакого волнения. Все спокойно. Призыв молодых бойцов в армию во время ограничений не прекращался. Особая ситуация заставила соблюдать санитарные нормы в военных частях с военной строгостью. Все ребята не только годны, но и абсолютно здоровы. К медобследованиям в этом году добавился еще и тест на ковид. В связи со сложившейся ситуацией, с пандемией и ограничительными мерами в этой связи, мы сейчас отправляем ребят только те, которые, соответственно, сами мотивированы на службу, которые желают служить, которые, так сказать, по состоянию здоровья подходят. То есть мы не занимаемся сейчас другой категории граждан. В этот раз ряды российской армии пополнили 54 люберчанина. Большинство пошли служить вооруженные силы уже после получения специального образования. Сегодня вы убываете сейчас на сборный пункт, туда, в областной военный комиссариат, где в течение нескольких дней вам определят ту воинскую часть, куда вы пойдете служить. Желание ребят при распределении тоже учитывается. Кто-то мечтает служить в спецназе и морской пехоте, кто-то по специальности. Как показала практика, сейчас многие хотят служить. Взаимопонимание существует. Специальность, которую они получают, мы, я о чем сказал выше, пытаемся учитывать. Чтобы год этот не прошел напрасно, мы стараемся сделать таким образом, чтобы по специальности люди и служили. Поэтому как бы приобрести дополнительные навыки, поработать на новых образцах техники, которые вооруженные силы поступают. Люберчане будут служить недалеко от дома. 70% призывников попадают в западный военный округ. Однако родители, девушки и друзья все равно провожают ребят со слезами на глазах. Эмоции переполняют, волнуемся, переживаем. Но все будет хорошо, потому что он сильный, крепкий. Это важно. Весенний призыв продлится до 15 июля. В 2020-м он пополнит вооруженные силы страны на 360. Люберчан. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова